Всем привет, дамы и господа, с вами Кристо Носец, и сегодня мы продолжаем цикл видео из мультиплеера Солл Сторма. Ваше внимание, предлагаю бой в режиме 3 на 3 за орков. Спонсором данной серии у нас является Хереси Антифан. Поехали. Карта Кровавая Аллея, мой ник Декор117, со мной в команду попали некий Бандер Хоу за сестер. И Рико тоже за сестер против нас, Дубу за космодесант. Чувак с непроизносимым ником, но назовем его просто МХ. И Макс 669 за Тао, смотрим. Макс 679 за Тао, смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И это еще далеко не последние круты, которых он хотел сделать Ну, распилили они Весьма неплохо Реликты, то есть Космо и Некор забирают Тао забирает точки И получает максимум влияния То, что ему и нужно А здесь, видите, Рик уже гонится за Дубу Но нет, не побежал он за Дубу Он просто остановился Но Дубу бежит обратно И сейчас начнет схватка за центральные ключевые точки Ведь уже бьется во все Сестра И Некрон стал пытаться зажать Канонису У Бамдера Но Бамдер убегает Здесь тоже, видите, не дают захватить Рико Ключевую точку и за ним гонятся Но у Рико есть уже пистолет Которым он на ходу жарит И бежит, бежит вперед Что-то увлекся атакой, по-моему Да, немного Дубу Продолжает бежать Вместо того, чтобы одним отрядом Хотя бы точку-то захватить Ну, а я забрал свой край Здесь Некрон не пошел Тао Тао в центре своими стоит Крутыми Командиру у него нет Это очередной, видите, инноватор Который Так, походу-ка, на низу зарубят У Рико Который изобретает каждый новый бой Новые тактики Рико забыл про строителя И его сейчас могут тоже убить Да, Тао и через центр пробегает И приходится прикрывать их Идти Потому что здесь ситуация начала пахнуть керосином Два командира И Рико почти своего-то Свою канонису слил Ниса пытается убежать Но, видите, все еще догоняет ее Сейчас потеряет Потеряет канонису К сожалению, Рико Пускает момент и И теряет канонису А в этот момент, видите, некрон засвечивает Не дает стрелять Теперь мне уже необходимо было отступать Тао здесь, видите, сражается с моими пацанами Которых я послал в центр Дабы отвлечь их От этой атаки с командирами В общем-то Отвлечения вполне удалось Дубу Пытается теперь выбежать из базы И побежал за чем-то по кругу Вместо того, чтобы прорваться С стороны некра Может быть, он боялся даже Что здесь мои Стрелки с мехом находились Решил пробежать, видите, через центр А некрон-то отступает Хотя бы Нас не потерял Бамдер Канонису Это тоже хорошо Но начало было, как видите, совсем Не по плану по всей мисте у Рико Хотя он вышел в Т2 И у него уже пошли Селестианки Канонису надо было убирать дальше Чтобы его так вот не забили Но он ее несколько раз потерял И вот к чему это привело А тут, видите, уже вторая пачка крутов У Макса Макс уже начинает Процесс таща Бамдер тоже Т2 И ставит термоген В принципе, я им отдал Его Без проблем Так, корковая энергия Не особо сильно нужна Но если только вы начинаете В очень длительном бою спамить Танкетки и банки свои Для создания массы В момент между слоном и танками Тогда, да, энергия нужна Так, в общем-то, ее запас хватит Даже на длительный бой В размере 12 генераторов Обычный бой и 6 хватит И вот тут у Рико, видите Канонисы нет Но зато есть Селестианки Сразу все три пачки засвечивает Вражеский лорд МХ Пытается выбежать Некор Для него карта вообще неудобная Потому что, видите Здесь практически весь проход В кавере И все войска, которые здесь будут проходить Других фракций Будут иметь доп Защиту А у Некрона ее там нет Поэтому ему желательно бы кидать Свежаков А не бодаться в этом месте И вот, видите Огромная толпа Крутов Я тут офигеваю От того, что вижу Три пачки Крутов Пытается забить Моих стрелков Прыжок прокачен Там все дела У бреда за Тау я Честно говоря Давно не видел Мекрон возвращается Дубу сделал трех командиров Ну так, то ему надо было делать два Но, видите Все пошло не так Он потерял командора Им пришлось еще раз его выводить Так, у них Мекрон собирается забирать термоген А то еще мушку с другой стащит Смотрите Тау отступает Тау маневрирует по карте Лавирует Туда-сюда Пытается с разных сторон атаковать Запутать Рико Использует своих селестянок В принципе у них так брони полно Так, здесь еще и в кавере они стоят Дополнительная защита Но уже Дубу бежит Пытается застрелить отряд Да, бьет здесь еще и Библиарий Но Доб защиту, видите, спасает В общем-то и Серые здесь также неплохо стоят Вполне селестянки начинают сливаться И отступает Отступает Назад Рико По центру Зажимают у Бамдера Дряд сестер Налетают круто И своими палками-копалками Которыми они 200 тысяч лет назад копали землю Теперь Занимаясь земледелием Теперь они размахивают в бою У них такая каста Консерваторов Которые мало что меняют Свои Жизнедеятельности И еще через 100 миллионов лет Будут Копать этими же палками Земли Морталиса Для тех, кто, конечно, их использует Я ведь и более такой Инновационный Тао Поэтому я Тяготею к дальнобойному У них оружию И не к собакам И не к крупам К современному оружию Больше Я Расположен И вот, видите, Тао Обходит с двух сторон То есть он пытается Зажать сестру Снизу пошел Помогать Некру И Космодесайнику Они одновременно Накидываются Хорошая атака И здесь Крут пытается Прорваться Чтобы не дать Зелестянкам убежать И сразу ликвидировать Одного полностью Но этот план Читался И поэтому я туда тоже бегу Как могу перепрыгиваю Бегу Своими меганобами Бронированными И пытаюсь помочь Сестре А вот у Бамдера Кроме одного отряда Сестер То по сути Ничего больше и не было И он весь отряд Послил Но вышел в Т3 Правда у него есть Уже экзорцисты Хотя бы тут Они помогают Разбросать И ходу И начинается резня В этом Проходе То есть все Трое противников Находятся здесь А мы находимся По сути вдвоем Потому что У Бамдера Нету Нету Пехоту А нет Вот пардон У него бегут Кающиеся Но вот сейчас Он наконец-то В ближний бой Пойдет И повяжет Надоедливых Крутов Правда у меня тоже Для ближнего боя Были меганобы Они стоят Прикрывают стрелков Кто стоят за ними Видите Не могут У них круто Прорваться Чтоб повязать Идут у некровой Но у них то Нету Ни антиковера Ни кавера Никакого Поэтому Они получают По полной программе Как обычно Для некра С одной стороны У него нету Минусов За всякую там Воду Низины Где Другие фракции Получают Доп Урон Но с другой стороны Он и войск Они могут тоже Снабдить Доп Броней В таких вот Кратерах На дебафных Площадях Да у него Преимущество А на вот таких вот Защитных Объектах Он уязвим Уже Смогли они Прорваться Продолжает Экзорцист Разбрасывать И В общем-то Начинают они Отступать Назад Вышел я в Т3 Уже идет У меня Т4 Практически есть И Я готовлю Атаку По своей стороне Так Космокут В Т3 Терминаторы Все дела У Тао Есть Као Йон Да Судя по дальнобойности Скорострельности Ну В принципе Играл он Так сказать Нормально Не считая того Что он наделал Такое количество Круто То есть Вышел быстро В Као Йон Экономику Правильно Куда они раскидали Распределили Между собой Но Крутое На мой взгляд Здесь были бесполезны То есть Надо было Конечно Делать ФВ Надо было Делать тачку Для более быстрой скорости Если он хотел Перемещаться Между Респами Максимально Четко Т4 есть У Бамдера Машины на Казань Пошли Но ее сразу Зажимают И Найдется Он выжечь мораль Но тут довольно сложно Это сделать Все в защите Но Вырвался Вырвался Отступает Не захватили они В общем-то Термоген Постоянные Боли Атаки А я смещаюсь На свой фланг Пока что В центр И жду Слона Кающийся В принципе Могут Терминаторов Перерубить Если их Прикрывают Ближнего Боя Но Не все Под Неуязвимостью Слон Готов И Начинается Атака По моей Стороне Здесь Некрон Прикрывает Стоит А С другого Фланга Таус Космо Атакуют Макс И Дубу И Две Сестры Здесь Рубятся Не пропускают Так что В принципе Помощь Собь была Не нужна Я решил Свой фланг Продавить Было Все Два На Два Так что В общем-то Честно Вполне Лор Пытался Засветить Видите Но Не смог Не успел Бросить Свою Соляру И В итоге Застрелили И Теперь Оказывается В уязвимом Положение Да Здесь Две Турели Стоят Обелиск Прокаченный Но Для слона Это вообще Не проблема Едет Черный Паук Повязать Но Так же Это все Разбирается В считанные В общем-то Секунды Начинается Прорыв У сестер Правда Ландрайдер Выезжает У дубу Куда-то Полетел Слишком Далеко Он залетел Пытается Машин на Казани Разобрать Стал Побежал Вроде Прикрывать Но потом Передумал Тоже Надо было Спасать Ему надо было И свой Фланг Прикрывать И базу И Прикрывать Дубу Ситуация Для них Стала Очень печальной После того Как-то Он потерял Всех своих Крутов Хищных Ну и вот Слон В общем-то Лазером Уничтожает Все Турили А Пехота Перестреливает Все войска Уникрона Он лишается Лишается Реликта Лишается Почти всей Своей армии Не успевает Он поднять Монолит Не хватает Ему ресурсов В этот момент А я снимаю Реликтовую точку То есть у него Была уже Система пробуждения Установлена Энергетическое ядро Но он Не поднял его И опять Толпа Крутов С собаками Да Это явно Сын Кауиона Во плоти Тау Сступать было Некуда Дальше Была уже Его база И он кидается Вперед На слона На древних Но не добегает Дальше И пишет Что игра Очень Десбалансная Она ему не нравится Конечно Когда ты играешь На Тау На 20 На 18 Минуте Толпой Крутов Она Десбалансная Будет Некрон Пишет ему Типа Давай по-английски Ты че тут На каком-то Непонятном Наречии Мне вещаешь Не квадраты Там Пиши По-английски Бич Некрон Пытается Сзади Проатаковать Но Здесь Танки Прикрывают И самолет Он пытается Захватить Релик Чтобы поднять Монолит Но слишком Поздно Ступает Дубу В кратер Чтобы Максимально Здесь Отстрелять Сестру У него Практически Уничтожены Танки Ситуация Очень Поганая Прорвались Видите Кающиеся На базу И там Уже Все это Расфигачивает Выходит Тау Продолжая Атаку Через этот Планк На Аникрона Он Не сумел Захватить Видите Релик Потому что Пошел Бесплатный Спам Рубак И В общем Здесь были Убитые Строители Его Скоробей Перерубают Воинов Основные силы Давят Через Баздау Да Потерян Ландрайдер Собственно Релик Все еще Был У дубу Но Он Не успевал Уже Вывести Теряет Еще Танки А нет Ланд пока Еще не Потерян Он Дебьется В центре Ну Вообще А будет Потерян Чего-то Непонятно Где Граната У Селестяна Ну Тут Неважно Граната Не граната Они И так Зажарили Прорываясь К Некрону Да Не повезло Ему Совсем Чуть Не хватило Может Там Какие-то Секунд Чтобы Он Начал Подъем Моника Но Он Тау В любом Случа Не спас Так Так Он Слишком Много Потерял Войск Надо Было Ему Оступать Телепортировать На базу И Поднимать Монолит Только Потом Уже Прикрывать Титау О О Ожидал Он Ведь Этой Атаки По всей Видимости Расстроился Хорошо Но Воспользоваться Ресурсами Своими Не успел Пытается Вырваться Дубу И Отбивает Атаку Сестер Мне как Почти Уже Низвержен И В общем Да Выходит Остается Один Остается Один Дубу Против Троих Уже В джентльменство Играть Не стоило Надо было Быстрее Добивать И В общем Да Все Было Докончено Побежали Рубаки Вязать В центре Давать Статистику Уничтоженных Для Дубу А в этот Момент С базы Некра Обрушиваются Древние Селестьянками Со слоном Рубка Идет Несчадная Рубаки Конечно Не перерубят Элитные Войска Но В чем Плюс Такой Тактики Бесплатных Рубак То есть Вставить Вновь Казарм И Спускать Их На Т4 Пока Противник С ними Бьется Ваша Элита Настриривает Сзади Вы не Теряете Войска Вы Копите А противник Постоянно Находится Под огнем Под напряжением И Если В общем Он потеряет Преимущество Численное Или Элитное Его Просто Снесут Спам Захлестнет На Карта Где Ресов У вас Мало Где Вы Не Можете Использовать Постоянно Элиту Но Здесь Видите Ресурсы Были Ограничены Достаточно Поэтому Можно Было В принципе Спамом Воспользоваться Хотя Он Конечно По Эффективности Уступает Полностью Элитной Армии Орков Но Если Ресов Нет То Лучший Вариант Пока Вы их Не накопите В общем Набирает Здесь Бамдер Эхой 640 По армии 2010 У меня 360 Рико МХ Минус 10 820 Дубу 295 Макс 73 Уничтожает Бамдер 242 Яд 53 Рико 23 МХ 151 Дубу И 59 Макс 104 Бамдер Теряет 62 Юнита Теряю я У меня 67 Рико 128 МХ 64 Дубу И 176 Макс 5 Зданий Уничтожил Бамдер 15 Я 3 Рико Ну они все По нолям Мы 0 потеряли 9 потерял МХ 12 Дубу И 2 Макс 134 Размер армии У Бамдера 147 У меня 71 МХ 112 Ой То есть МХ 71 Рико МХ 112 Дубу 89 И Макс 178 По ресурсам 24 100 Было У Бамдера Но у него был термоген И у него было на одну точку больше Поэтому он набрал больше 21 400 У меня 15 900 Рико Он вообще экономикой не занимался 25 Тысяч МХ Некрон 21 400 Это Дубу И 16 1000 Макс Но по ресурсам Видите практически все было одинаково Но Доиграли в принципе тоже довольно сыграно Слажно На мой взгляд все Профукал Тау То есть Если бы он сделал нормальный войск Сделал бы дальнобоев Сделал бы Дронов Сделал бы Там не знаю Ракетные танки Невидимо Кто подойти Было бы гораздо сложнее Под прикрытием Некрона А так он видите Круто Прыгнул с собаками Просто сдох И потом Некр огреб Следом за ним Ну это для любителей крутов Наглядная демонстрация На что они способны И собаки То есть это просто Мясо Которое расстреливается На раз Не нанося при этом Никакого урона 940 Ну по крайней мере В командных боях Файт Полное говно 940 Бамдер 610 По технологиям Я набираю Рико 710 МХ 730 930 Дубу 1280 Макс Общий счет От того насколько Противники Упираются Но В 3х3 Скажем так Сыграть Больше часа Это почти нереально Полчаса Это прям вот Наверное Потолок Дальше кто-то Начинает Проваливаться По одному По одному Из флангов И проигрывает В итоге Вся Команда Тем более На такой карте Надеюсь Что вам понравилось Издание Не забывайте Поставить лайк Подписывайтесь На канал Если еще не подписаны Вступайте в группу Оставляйте свои комментарии На сегодня все С вами был Крестоносец Всем удачи Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok